Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в центре курортной жизни поселка Витязева. И мы находимся на Александрийском проезде 13. У нас сегодня будет на обзоре великолепный гостевой дом Атлас. Недавно буквально получали о нем очень хороший отзыв от наших дорогих подписчиков. И сегодня нас пригласили на обзор. Гостевой дом забронирован на 90%. Можете попытать счастье и удачу. Либо бронируйте заранее на следующий год, чтобы приезжать и отдыхать на небольшом. Всего лишь три этажа, немного номеров. В гостевом доме со своим бассейном, детской площадкой в 500 метрах от моря. Это 5 минут, ребят, прогуляться. В конце видео мы пройдем с вами на пляж Аквамарин, рядышком параллея. При этом мы находимся вдалеке от всего этого многочисленного шума, который нам, возможно, мешает отдыхать. Великолепные балконы, посмотрите, какое оформление. Посмотрим всего лишь, друзья, два номера. Все остальное сейчас занято. Мы успели буквально перед заселением. Уже гости ожидали того момента, как зайдут свои номера. И будут начинать свой отдых в солнечном городе Короттианапа, поселке Витязел. Но что-то я заговорился. Давайте узнавать как можно больше информации. Мне просто, знаете, прям удовольствие снимать в такие места, где отдых из каждого лучика солнца. Капельки воды. Рассы. У них даже свои фонтаны есть. Классно же. Так, друзья, на обзоре гостевой дом Атлас. Если вы думаете, что я шутил насчет занятости, посмотрите. На всех балконах, по-моему, кроме вот этого, есть вещи, которые сушатся. То есть там отдыхают люди. По фасаду у нас есть парковочные места для ваших автомобилей. Также гостевой дом отдельно снимает рядышком здесь парковку крытую, на которую тоже можете поставить машину свою. И это уже включено в стоимость вашего проживания. Переживать за это не надо. Есть зона отдыха, открытая, красивая, с фонтанчиком, скамеечками, мусорочками. Вышли, посидели, поболтали, пообщались. Я помню, приходил в этот гостевой дом, когда был всего лишь фотографом. Я отдавал своим гостям фотосессии фотографии, мы вышли, мы сели на лавочку, посмотрели фотографии, и они с удовольствием расплатились и пошли отдыхать дальше. Так что я об этом доме знаю уже давным-давно. С левой стороны имеются детские коляски, которые вам тоже предоставят абсолютно бесплатно. Вам доплачивать за них ничего не будет. Здесь у нас вход на рецепшн, центральный вход в гостевой дом. И также есть еще от бассейна вход в столовую. Столовая вообще мне очень порадовала, очень красиво, очень приятное обслуживание. И все как я люблю, шапочки, там красота. На входе имеется своя ногамойка. Свой бар, дорогие друзья, в котором вы можете провести время, взять разливные напитки, либо заказать вам, что говорят, шашлычок. Также имеется мороженое и просто прохладительные напитки для ваших детей. Бар работает с 10 утра и до последнего клиента. То есть всегда хватит на вам времени на автопаде, чтобы дотанцевать или догулять. Заворачиваем направо и можем увидеть с вами детский бассейн. Вот смотрите, загрузка максимальная сейчас гостевого дома. Так что все будет выглядеть поправо. Здесь имеется у нас гидромассажная ванна, обычный бассейн с углублением от мелкого до глубокого. Также работают разнообразные фонтанчики. И можете увидеть, что в принципе детям всем места здесь хватает. Отдых идет вообще в полном объеме. Здесь есть такая вот детская зона, в которой как раз видим, как учат деток купаться. Дальше вот, пожалуйста, свободные лежаки, друзья. Все есть, все для вас. Не сделано. Знаете, как вот есть в некоторых отелях лежаков поменьше, чтобы люди не задерживались в бассейна. Здесь хватает абсолютно на всех. Есть батут, детская площадка. И также вот такой вот пиратский корабль, дорогие друзья. Мои малыши-пираты, приглашаю вас. Кто обитает на дне океана? Юра Осаровский. И вот видите, как классно это выглядит, друзья. К бассейну также имеется свой собственный санузел, душевая. Здравствуйте, как отдыхается? Хорошо. Спасибо, что глядите. Также от души. Вот это вообще приятно. Высвечу и бассейн наши подписчики. Здравствуйте. Как, молоднячка? Очень смешно. А почему не на море? Еще не так, наверное, всегда тут приехали. Хорошего отдыха. Тут половина отеля, мои подписчики. Мы от бассейна спускаемся к цокольный этаж. И здесь столовая. Также есть с рецепшена туда вход. Столовая – это очень большое помещение, в котором можете прийти покушать, заказать еду, которая вам понравится. И выбор здесь очень большой. Есть прохладительные напитки, чайные наборы, кофе. Все на ваши выборы, думаю, очень большое. Здравствуйте. Здравствуйте. О ценникам можете посмотреть. Но мне цены, честно, я скажу, с первого взгляда порадовали. Я вам сейчас объясню, почему. У меня есть такой рейтинг борща, ребята. По которому я, в принципе, понимаю, дорого или нет. Вот смотрите. Борщ с мясом. 250-300 мл. Стоимость 180 рублей. То есть можно все остальные цены, в принципе, не смотреть. Здесь есть, друзья, наборы напитков, салатики, разные сладости, хлебушки. Все очень аккуратно, красиво. Отметил, что тут девушки в шапочках. Это тоже очень хорошо. Все выглядит невероятно аппетитно. И аромат стоит очень приятный. Знаете, нетипичный для столовой. Когда заходишь в столовой, сразу определяет момент, хочется тебе здесь кушать или нет. Для всех желающих у нас есть свежий сваренный кофе за 80 рублей. Как вам такая цена? По-моему, прекрасная. Это вообще топ-акция, ребята. На каждые 100 рублей 100 грамм вина в подарок. С 6 до 9 вечера. Есть в этой столовой кулер. И также имеются детские кресла. А также большой телевизор, который смогут посмотреть ваши детки. То есть место, честно, очень уютное, просторное, высокий потолок и очень красивое оформление. Вы можете даже прийти покушать сюда. Если вдруг ели в этом гостевом доме, пищите, пожалуйста. Говорят, что очень часто приходят гости, которые не смогли забронировать отель. И они приходят из других отелей. Есть именно сюда. Я их, честно, понимаю. Вижу, что люди едят с удовольствием. И дети при этом. Это очень классно. Территорию гостевого дома мы с вами осмотрели. Теперь нам осталось побывать внутри. Посмотреть номера и рецепшн. Небольшая лесенка. Заходим. Я вот сразу увидел, насколько красивое здесь оформление. Не зря он называется Атлас. Здесь вот потолок вот так красиво натянут. Есть детская зона, где вот сейчас мы увидим, как дети проводят свое время. И вот такой вот очень красивый рецепшн. Также имеется кулер. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Я администратор отеля Атлас. Будем рады видеть вас у нас в гостях. Лестница очень удобная, широкая. Здесь хорошая шумоизоляция. Вы видели, как дети играются в бассейне. Мы не слышим никаких шумов. Коридоры широкие. В коридорах имеется гладильная доска с хорошим утюгом. Мне сказали, что это прям важно сказать девочкам. Пожарная сигнализация. И попросили показать хоть один огнетушитель в гостинице. Также отсюда выход на пожарную лестницу. Ребята, дверь открыта. Выходим. Все, спускаемся вниз. Это для моих подписчиков. Кто переживает, я комментарии читаю, что вы пишете про отель. Это очень важно, потому что это такой небольшой мой доход. И очень интересно рассказывать в том ключе, в котором это вам интересно. Так что, ребятки, если что-то вам не хватает в отеле, где-то не дожал, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я 100% вам во всем расскажу. Друзья, мы с вами смотрим 306 номер. Как он выглядит. Сейчас уже готовится он к заселению. Люди регистрируются на рецепшене, поэтому делаем все быстро. С левой стороны зеркало ростовое. С левой стороны санузел также. Здесь у нас чайная станция. Есть холодильник. Специально его приподняли, чтобы было удобно туда. Шкаф. Наполнение шкафа. У нас подушка, полотенчики, плечики. Есть пледики и также тапочки. С левой стороны от шкафа можно повесить вашу верхнюю одежду и наполнение самого номера. С левой стороны односпальная кровать, тумбочка, двуспальная кровать, вторая тумбочка. Есть торшер сплит-система. С правой стороны у нас телевизор, бадуарный столик с зеркалом, пуфик под него. И также еще одна тумбочка. Если вдруг вам надо сейф, вам его выдают по требованию на рецепшене. Также имеется санузел, как я сказал, и санузел выглядит вот так. С правой стороны у нас душ. С левой стороны у нас унитаз, раковина и зеркало. Набор мыльных принадлежностей здесь также присутствует. Еще есть фен. Я разговаривал с подписчицей, уже брал отзыв. Вы увидите в конце обзора она похвалила здесь балконы. Говорит, мы от этого прям в восторге. Выходишь на балкон, слева, справа стены. Есть место, куда повесить ваши вещи. Полноценный стол, два стула. Очень удобно. Также в этот номер можно добавить доп. места. Это будет либо детская кроватка, либо раскладушка с хорошим матрасом. Это вам не будет ничего стоить. Сам номер вот в таком формате стоимость сейчас за 4,5 тысячи рублей. Дорогие друзья, мы сейчас с вами смотрим самый большой дорогой номер. Он рассчитан до 5 человек двухкомнатный. Сейчас сюда опять-таки уже заезжают люди. Мы прям в последний момент его снимаем. Зеркало, вещи куда повесить. Есть набор посуды, чайник. Также имеется холодильник. Еще можно снизу позасовывать ваши обувь, чтобы она вам не мешала. С левой стороны вход в санузел и в спальную комнату. Здесь у нас что-то типа зала, либо размещение трех человек. Диванчик и кресло раскладывающиеся. Есть телевизор, вот такой стол, который передвигается. Тумбочка сплит-система. Уже, видите, номер охлаждается, чтобы людям было комфортно здесь проживать. Ребят, в первую очередь это снимается обзор для тех, кто хочет ехать сюда, наверное, в будущем. Потому что отель очень востребован. Он небольшой, компактный. Здесь не так уж и много людей. Места хватает для всех. Поэтому пользуется большим спросом и популярностью. Здесь у нас есть выход на балкон. Балкон у нас выглядит вот так вот. С видом во двор на территорию. Красивый бассейн. Можно посмотреть, что там происходит. Имеется стол и два стула для отдыха. И вот тоже о чем и говорилось, что очень удобно. Также имеется место, куда повесить ваши вещи. И прищепки, сказали, что тоже очень важно. Теперь мы смотрим с вами соседнюю комнату, в которой располагается двухспальная кровать. Есть такой шкаф, тумбочки две штуки. Есть торшер, сплит-система. А также будорный столик с зеркалом и тумбочкой. Имеется свой телевизор. Номер, ну, очень просторный. Большой, если надо, я думаю, можно еще какое-нибудь удобное место сюда поставить. Выходим с вами на балкон. Балкона наполнения три стула. Стол и тоже вид во двор. Наша любимая Витязева. Красотища. В номере имеется свой санузел. Выглядит он вот так. С правой стороны раковина, зеркало, фен есть. Также унитаз и здесь над ванной. То есть можете набрать, поваляться, красота. Есть свой тазик и место, куда повесить ваши вещи. Мыльные принадлежности и брызгалка также есть. Наполнение шкафа выглядит вот так. В гостевом доме есть еще другие номера, категории номеров, другие цены. Обращайтесь напрямую к хозяям, узнавайте цен. Как всегда, я снимаю с прямыми номерами без посредничества, друзья. Стоимость этого номера сегодня 5400 рублей. Хорошего отдыха ребятам, которые сейчас в него заедут. Очень классно, кстати, выглядит большое количество туалетной бумаги. Очень часто приходишь и там пол рулончика висит. Экономят. Здесь ее очень много. Если вы приезжаете в отель Атлас на 5 дней и более, то вас встречают на вокзале, будь то автовокзал, либо ЖД вокзал с табличкой и привозят сюда в отель. То услуга вам не будет ничего стоить. Хотелось бы еще отметить такую информацию, что бассейн здесь расположен таким образом, что на него всегда попадает солнце. И для многих это будет решающим фактором, так как во многих гостевых домах, когда солнце уходит за обед, его на бассейне уже нет. И загорать вы там не сможете. Ходьтесь. Здравствуйте, меня зовут Надя. Калужской область – Малый Ярославец. Отдыхается замечательно. Мы приезжаем не первый раз в отель Атлас. Отзыв очень хороший. Мы в прошлом году оставляли хороший отзыв. Отель компактный. Нам очень нравится, что здесь не много народу, что все друг друга знают. Имеется бассейн и для совсем маленьких, и для средних детей, и для подростков, и для взрослых. Очень вода комфортная, теплая. Не боимся за детей. Спокойно их отпускаем купаться. Много шезлонгов. В этом году еще больше шезлонгов. Мягкие стали. Условия в этом году даже по номерам заметно. Улучшения сильные. Номера комфортные. У нас доп. места, правда, из-за этого чуть меньше становится места. Но это нам не мешает. Вполне доступны и проходы между кроватями, и тумбочек достаточные, и ящиков. Балконы очень комфортные, потому что для нас самое главное, что они изолированы от других. Мы как в своей зоне находимся. И в то же время мы всегда на улице, на свежем воздухе. Если надо поздний отдых, то мы всегда вроде бы и у себя, но вроде бы и со всеми. На свежем воздухе. Детская площадка достаточная. И батут надувают, и качели, и такой прыгающий батут. До моря вообще недалеко. То есть мы даже ребенка, подростка одного отправляли домой, потому что она устала на море. Десяти, я не знаю, минут пять, наверное. Все рядышком. Магазины, палатки, аптеки. Рынок тут рядом. За фруктами, овощами все рядом. Столовая. Очень удобно столовая. Спустился, постоянно еда в доступе. Все есть. Здравствуйте, как вас зовут? Евгений. Семья. И красавчик. Откуда? Из Иваново. Из Иваново приехали. Как вам у нас отдыхается? Вообще замечательно. Мне первый год в этом отеле. Первый раз. И с первым. Вообще замечательно. Первым впечатлением. Понял. На море вообще были? Ну, вчера приехали. Далеко нет? Тут рядом все. Бассейн, как вам? Теплая вода. Можно даже прохладнее. А где? Ну, в питание вчера сходили вкусно. Большой ассортимент. У любого. Может быть, мы детям, хоть взрослым будут, все, что угодно. Спасибо большое. Вам хороший отдых. Отпасилось, что глядите. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Светлана. Откуда вы к нам? Сергей Фасад. Как вам отдыхается гостем? Мы здесь уже второй раз. Нам очень нравится. То есть, уже целенаправленные, ехали сюда по прошлому году? Да, ехали уже целенаправленные. Стало лучше, хуже? Лучше. Это радует. Бассейн с подогревом у вас? Да, ой, очень хороший бассейн. Дети в восторге от него. Это прекрасно. Анимация бывает, нет? Да. Через день. Мне даже хозяева не скажут, что у них еще и анимация. Если это у вас, то, 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 то. Есть, есть. У нас все видео есть. По питанию, как в отеле? Отличное. Питание хорошее. Вам все нравится. А до моря ходите хоть? А как же? Сейчас мы собираемся к победе, пойдем на море. То есть, самую же руку? Да. Мы привыкся. Ну, а, хорошо, так. Спасибо. На самом деле, в шоке тут пол-отеля, мои подписчики. Ребят, спасибо всем большое, что смотрите. Меня сегодня весь отель поздравил с днем рождения. Это было круто. Друзья, в эту сторону, до Паралии, если мы пойдем на пляж по Паралии, получается 800 метров. Это под Вагису. Мы же поворачиваем направо, выходим на улицу Светлую. Вот он проход, мы ее отсюда уже видим. И у нас, получается, 500 метров до пляжа. Врываемся, друзья, на улицу Светлую. Здесь куча разнообразных заведений. Если что-то где-то пробовали, пишите об этом. Течет поток людей. С левой стороны ярмарка. Там честные цены на фрукты. Можете приходить там покупать. Со своим весом проверяйте, если весы будут вам только рада людей, просто река с моря и обратно, дорогие друзья. Очень много сейчас у нас людей на отдыхе. И это, на самом деле, прям прекрасно. Столовых там, ну всего, чего такого вам надо. Выбор огромный. Но при таких отзывах на столовую именно в гостевом доме, я думаю, что вы будете есть только там. Расстояние здесь действительно небольшое. Выбор товаров просто невероятно огромный. И прям радует. Такое настроение. О, тучка. Сегодня тучек не должно было быть. Она зашла. Это хорошо стало. Сегодня у нас, кстати, очень сильная жара. Очень много роз, друзья, здесь произрастает. Сейчас покажу вам одну из торговых точек по фруктам, овощам. Ребята тоже всегда ценнички есть. И очень удобно их обозревать в этом плане. Мы из Беларуси. Ваши подписчики. О, братьям вся, прям привет. Да, были очень рады вас встретить здесь. Хорошего отдыха. Спасибо. Мы и палаты, ну как вот смотрели ваш репортаж, поэтому выбрали Витязева. Это приятно. Вдвойне приятнее. Как там море? Прохладно свежит. Ну, хорошо. Нету нитины, ничего. Чистенькая, шторма никакого. Гладенькая, молодая, хорошенькая. Все, спасибо. Бальзам на душу. Хорошего отдыха. По ценничкам можете увидеть 120 помидорки, 200, клубнички 150, есть по 80 огурчики, 120, там еще помидоры, 205, винарадик, абрикосы 150, 140 стаканчик такой вот, ежевики по 300 рублей, лоток, такие стаканчики с деньгой, а в бузиком по сотке, есть голубика по 250, а черешня такая? 290. 290, 200 рублей абрикос, и сливы по 180, и по 150 персики. А кукуруза почем? Кукуруза 80. Дешевеет потихоньку, это радует. Можете увидеть, как-то вот она стоит здесь. И бежим-бежим дальше, ребята. Наталья зовут, Екатерина. Вы с моря или на море? Мы гуляем, покупочки делаем сегодня. Вы уезжать собираем? Ну, через два дня, да, все. Как отдохнулось? Все отлично. Приедете к нам еще? Конечно. Мы всем нахвалили, видите его, вообще классно. Откуда сами? В Екатеринбургах. Хорошего мода ходить. Мы вообще-то ручка всему Екатеринбургу, привет. Всем привет, приезжайте, загорайте, отдыхайте. Морик супер. Классно, да, мало такого. Ой, мы доходим до моей любимой части улицы Светлой, пока со всеми пообщались. На правой Серебряно-Знойная улица, люди в тенечке, на скамеечках. Магазин очень хороших, говорят, так что приходите, покупайте. Все нужные товары от и до там находятся. Очень здесь большой выбор, разнообразная продукция. Самое главное, здесь есть трогательный фонтанчик, который был на ремонте. Смотрю, потихонечку его уже запускают. Так же по вечерам здесь происходят разнообразные представления. Очень классно для деток, хвалят родители эти места прям, ну, очень сильно. Большой ремонт, но фонтан сам запустили. Здесь по прямой могу посоветовать вам мохито для пляжа. Вкусно готовят, очень ребята, практически дошли. До аквапарка, тоже одно из любимейших мест. И отсюда уже начинается наше пляж. Какая красота, аквапарк работает. Витязелон тоже есть, если вдруг вы не знали. Все люди уже в обед возвращаются с пляжа. 12.21 и они большие молодцы. Так и надо делать, друзья. Не находитесь на море дольше, чем надо. Здравствуйте. Как вас зовут? Наташа. Откуда? Да, в Москазской области. Как отдыхается? Отлично. Как отлично. Дай бог, чтоб так и было. И уже 6-й год подряд. Мы только сегодня смотрели, мы чачу сами дегустировали, когда было, вот 6 лет назад. Уф. Я сегодня Маше показывала, она маленькая была. Мы сегодня смотрели эту запись. И Маша дегустировала? Вот, она маленькая была. Нет, про маленькую дегустировала чачу. Нет, нет, конечно. Она дегустировала черешни тогда. Великолепно. Спасибо большое. Хорошо отдыхала. Не знаю, как дальше будет, но администрация сейчас назначила борьбу со всеми ларьками на пляжах. Здесь пока вот еще торговые точки присутствуют. Но так в основном на улице Мира все. Прошедшим днем рождения вас. Спасибо большое. Вам хорошо отдыхали. Больше подписчиков. Спасибо. Всего самого-само наилучшего. От души. Благодарю. Вот так сегодня это примерно и звучит весь день. Спасибо всем, ребятки. Будем надеяться, что все поубирают. И дюны будут чисто дюнами, особо охраняемыми. И никаких ни контрациклов, ни торгов, ни их не будет. И так вот на пляжной территории можно до нее организовывать. Согласитесь. Инфраструктура пляжа. Мусорные баки есть. Есть переодевалочки, развлекалочки разнообразные. В этом году здесь все в достатке. Для детей это вообще прям за радость попрыгать на батутах. Слушайте, вот много переодевалок. Там, смотрите, три. Там, а даже четыре. Там есть, там. И все равно везде собираются люди. Это говорит о том, что максимальный сезон уже входят в свои права. Очень много людей. Есть такая водная горька, барные территории. Массажисты делают массажи. Детские зоны. Вот так выглядит детская зона, друзья. Мужичка такая классная. Красота. Здесь суперчемпионат по бросанию дротикам. Красота. Это очередь на дротики. Молодец, девочка. Мы с ней уже давно общаемся. Большая-большая молодец. И смотрим, друзья, на наши пляжи. Шезонги по 300 рублей. Это столько людей. Ешь, о, а нам куда идти? Я говорю, встаю, как пройти к морю? Подскажите, пожалуйста. Вот это да. И попробуем потихонечку, легонечку, чтобы на кого не наступить. Нет свободных лежаков. Это, конечно, прям очень круто звучит. Пенные любители собрались там. Ёк, макарёк. Вообще. Вообще. Где здесь море? Подскажите мне. Ну, на самом деле, места всегда есть. Я вообще вам советую отойти вот в левую сторону. И там будет прям очень классно. Но самое главное у нас, это, конечно же, чистое море. Ну, девчонки, которые загорают правильно. Чтоб все, что надо, загорело. Смотрите. Просто детский рай. Заходим в водичку. Наслаждаемся этими моментами. Я не знаю, что говорят. Море холодное. По ощущениям, в принципе, все очень даже хорошо. Детский рай. Краснодарский рай. Фантастика. Людей прям нереально много. Можно со всеми познакомиться. Со всеми стороны. Здрасте. Привет, Старый Молоскол. Привет. А Старый Оскол? Скажи, привет, Старый Молоскол. Привет, Старый Оскол. Как тебя зовут? Как зовут тебя? Здравствуйте. Милана. Хорошего отдыха, Милана. А папу? Семёром. Очень приятно. Старого Оскола привет от меня. Так, ребятки. Наши подписчики везде. Так, мы ждём, когда водичка успокоится по температуре. И я вам её озвучу. Я думаю, теперь вы без труда понимаете, что она по этому лучше. Отдых, особенно для детей. Песчаные, щироченые пляжи. Вы видите, зево переплёвывают любые места, в которых вы когда-либо бывали. Тестейшее море, красивейшие люди. Хорошее настроение, великолепный гостевой дом. Друзья, бронируйте напрямую. Номера все в описании, в названии, если вдруг хотите к нам приехать. Мы вам желаем самого лучшего и прекрасного отдыха в городе Курорте Анапа. С вами был Юрий Озаровский. Привет вам всем черноморские. Увидимся в следующем видеосюжете. Мы с вами не прощаемся. Подписывайтесь, делайте репосты. И благодаря вам появится ещё больше обзоров на самые интересные места, которые только у нас есть для отдыха. Всем и море для вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok